В редакцию последних известий обратились жители Лахты и Ольгина. После реконструкции Приморского шоссе нерегулируемый пешеходный переход превратился в настоящую западню для местных жителей. Там регулярно сбивают людей. Только за последние полгода на этом переходе шестиполосной дороги три раза машины наезжали на пешеходов. Два случая закончились летальным исходом. Всё началось с прошлогодней реконструкции федеральной трассы. С четырёх рядов магистраль выросла до шести. Рабочие поставили высокий шумоизоляционный забор, а зебру передвинули к резкому изгибу дороги. Из-за этого и пешеходы, и водители лишились обзора. К тому же в этом месте нет ни светофора, ни лежащих полицейских, ни шумовых полос. А ведь поток автомобиля мчится под сотню километров в час. Пришёл ответ за подписью вице-губернатора Вязалова в марте этого года о том, что интенсивность движения пешеходов по указанному адресу ниже значений, при которых требуется введение светофорного регулирования. У нас поступают сотни жалоб от населения. И когда говорить о том, что здесь мало жителей проживает, здесь проживает полторы тысячи человек. Цинизм чиновников поражает. Учитывая, что смертельно опасным этот переход стал с лёгкой руки городских властей. Подготовил убийственный проект комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. А утвердила дирекция по организации дорожного движения. Впрочем, специалисты ГИБДД тоже проглядели угрозу. Сейчас дорожные полицейские обещают вмешаться в ситуацию. Но даже если власти прямо сейчас решат установить на переходе светофор, реализовать это получится в лучшем случае через год, а то и два. И всё это время жителям Лахта Ольгина так и придётся пересекать федеральную трассу, рискуя собственной жизнью. В этом на собственном опыте убедился наш корреспондент Илья Анделевка. Его репортаж смотрите в дневных выпусках «Последних известий».